здравствуйте здравствуйте друзья вопросик утренний он такой с предыстории там вопрос был намного намного больше поэтому он долго лежал я до него добраться не мог а сейчас я так подсократил вот и мы ответим некоторое время назад мы начали обсуждать вопрос выезда за рубеж семьи моей дочери то есть речь не это маме речь идет о дочери она замужем у них есть ребенок дошкольного возраста ее муж до недавнего времени работал в нашей стране в американской компании сейчас работает в другом месте получает очень мало найти достойную работу у него пока не получается через полгода зятю исполняется 40 дочь намного моложе его имеется опыт работы в гостинице каждый год они заполняют анкеты на green card но пока ничего не получает вы говорите что совсем необязательно ждать выигрыша в лотерею и мы с мужем тоже это понимаем время то идет и не в нашу пользу как говорится хочется услышать ваше мнение каковы их шансы если они решатся выехать все-таки возраст зятя наверное имеет значение для работы в сфере айти технологий или у него есть шанс и каковы шансы с устройством на работу у дочери вот такой вопрос ну что же давайте мы поговорим когда мы говорили про то что не обязательно дожидаться выигрыша в green card лотерею эти другие пути и это как бы линия вот заинтересовала женщину задающий вопрос что получается у семьи ее дочери не просматривается иммиграция там профессионально пока и пока вот не видно из того что было написано соответственно семейная поскольку они уже семья есть они не могут там жениться выйти замуж там за гражданина сша создать семью поэтому из альтернативного ну наверное есть политическое убежище но мы упираемся в две очень серьезные вещи может быть больше чем 2 значит первое все-таки они должны втроем получить визы да допустим этот вопрос решится но но в общем то это тоже не не просто так дальше они приезжают соединенные штаты скорее всего них избережений то особо нет они должны втроем где-то жить это не то что приехал один там человек и где-то с румейтами недорого устроился там может ему там 300 долларов 400 долларов в месяц стоит жилье но день в недорогом месте и так далее он там как-то выживает это же семья из трех человек значит надо квартиру снимать ну и пошло и поехало значит дальше в этом письме как-то знаете очень интересно вопрос ставится то есть как бы как бы понятно что легализация это все несложно вот как бы так да то есть переходит сразу к профессиональной сфере давайте я вот сейчас на светофоре еще раз зачитаю вопрос хочется услышать ваше мнение каковы их шансы если они решатся выехать как значит дальше все-таки возраст зятя наверное имеет значение для работы сфере айти технологии если мы говорим о том каковы их шансы попав в америку и легализовавшись или скажем приехав сразу там по гринкарт лотерея то есть уже легализованными легальными каковы их шансы это один вопрос значит каковы их шансы на легализацию это совершенно другой вопрос и я думаю что очень много зависит там от разных обстоятельств про легализацию но я не занимаюсь юридическими какими-то делами я так со стороны посматривают поэтому оценивать их шансы на легализацию я не возьмусь но вот что касается того что если они уже легализованы значит 40 лет и профессия айтишник мне это немножко странно слышать потому что я там все время как бы каждый день этим занимаюсь и не могу сказать что каким-то образом 40 лет это какой-то такой возраст когда человека проблемы то есть те проблемы которые в 40 лет ему будут мешать они мы их и в 28 вы мешали понимаете и в 19 вы мешали хотя безусловно сам по себе возраст тоже в некотором смысле сказывается но ну как бы не драматично то есть если хочется то можно с другой стороны почему бы ему на месте вот если он собрался уже ехать там и готов через там политическое убежище и чё через что-то а чего бы ему не подучиться на айти например прямо в армении что же там айти работы что ли нет вот но если даже не найти работу то хотя бы получиться чтобы было проще то же самое с английским языком мы мы не знаем насколько у них там что у мужа что у жены с английским но если если подготовиться в этом смысле получше так и проблем будет меньше какие шансы шанс такие что если человек заранее не подготовился то может быть ему и потом сложно будет меняться да то есть вот знаю что это предстоит и имея казалось бы сильную мотивацию не стал ничего делать а почему почему мы думаем что станет потом делать может у него и дальше мотивации нет может я с мотивацией вообще проблем я не знаю вот из этого письма непонятно но 40 лет как вопрос стоит у нее не является ли там возраст каким-то запретительным нет абсолютно не является не факт что ему нужно войти работать это отдельно отдельный мир совсем ну то есть есть масса масса вещей кроме айти господи боже мой значит что касается дочери которая намного моложе ну я не знаю намного но пусть будет 30 лет или там 25 я не знаю значит опыт работы в гостиничном хозяйстве абсолютно конвертируемый вот не хуже конвертируемый чем опыт работы например войти больше того люди работающие в гостиничном хозяйстве как правило еще и по английски уже приноровились знаете если айтишник там который сидел дома может быть он работал на таких проектах где ему и английский был не очень нужен хотя это не часто бывает айтишники обычно хотя бы читают более-менее нормально на английском но тем не менее работник гостиничного хозяйства это человек который владеет разговорным языком более-менее вот не говоря уже о том что в американском гостиничном хозяйстве полно народу которые по-английски вообще не говорят но правда говорят по-испански то есть у них там свой внутренний такой есть язык но это как бы для тех кто совсем не забыл работу такую выполняет по уборке например или там не и не общается с клиентурой гостиниц так что по поводу работы в гостинице никаких абсолютно проблем у дочери не просматривается больше того если они поедут например куда-то в майами вот туда да там вообще во флориде там много туристов и много гостиниц и побольше и поменьше так вот в гостиничном хозяйстве теперь во флориде работает невероятное количество нелегалов то есть люди без разрешения на работу но но других нет то есть может быть они бы с радостью взяли там легитимных но нету какая страшная железяка у меня перед носом тут ну ладно так вот это 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 даже для людей которые никогда не работали в гостинице да они они идут и работают в гостинице просто потому что людей не хватает а уж если человек с опытом то он может на гораздо более приличной работе быть он может например там немножко даже присматривать за другими людьми которые выполняют более простую работу и так далее то есть единственная проблема работы в гостинице состоит в том что там не платят так здорово как платят например вот скажем войти да и вообще в инженерном труде в любом не взять найти инженер механик химик там биологи микробиологи вот как бы вот люди с высшим образованием которые занимаются работой требующие высшего образования в этом смысле и даже скажем начальники там которые по гостиничному хозяйству какой-то менеджмент более-менее они тоже не получают так как получают инженеры не зарабатывают столько но если вы не живете в каком-то очень дорогом месте вот как вот где мы сейчас проезжаем там кремниевая долина то вам совершенно и не обязательно зарабатывать так как зарабатывает инженер там программист я не знаю там кто ученый более того и даже если вы здесь живете и и зарабатываете как инженер и даже вас двое зарабатывающих как инженеров вы можете по уровню жизни уступать людям которые относительно прилично зарабатывать даже в гостиничном хозяйстве где-нибудь по флориде потому что вы вроде больше зарабатываете но вы гораздо больше потратите на жилье там на всякие другие дела поэтому еще не понятно где у человека больше денег останется я уже не говорю если сравнивать айтишника тут и айтишника во флориде то есть человека который хорошо зарабатывает там и человека который хорошо зарабатывает тут но с учетом разницы в стоимости жизни то флоридский живет шикарней может ему скучнее немножко я не знаю хотя если он любит ходить на пляж то да нормально вот и чтобы я сказал еще мне немножко знаете что мне немножко стремно вот с тем что парню 40 лет и он как-то непонятно ну не очень не очень как-то раскрутился значит вот он работал в американской компании в армении а потом в другом месте получает очень мало я не понял чем он занимается он работал в айтишной компании тут там было имя я не называю но он работал в очень известной американской айтишной компании но если он уже айтишник ему переучиваться не надо то он просто господи боже мой я за него уже рад то есть если он уже айтишник то есть у него все будет совершенно замечательно но что еще тут добавить то даже не знаю давайте смотрю тут тени меня автомобиля так давайте о значит будем комбинировать улицу с внутренним помещением с салоном эм существенно для них прожить как-то вот эти первые полгода ну не полгода там семь восемь месяцев пока они получат разрешение на работу дальше если он айтишник он быстро выскочит она скорее всего еще раньше выскочит вот но куда девать ребенка где жить если у них достаточно денег чтобы приехать там и заплатить сразу за адвоката а на машину у них есть вот сразу допустим там пять шесть тысяч на автомобиль потому что это тоже определяет значительной степени их способность подрабатывать первое время и на работу даже попасть вот эти подрабатывать но надо же добраться до работы поэтому вот эти все вопросы а так чисто возраст да не вопрос я понимаю что может быть возвращаясь к сорокалетнему человеку который может быть не очень зарабатывает может быть конечно в маленькой стране живет и там ну нет возможности особо это возможно я как бы понимаю что это реальность но просто уже теща поскольку она знает свою дочь и она знает своего зятя она должна была бы оценить насколько он энергичен насколько в нем много такой жизненной силы насколько он ну не то что пробивной даже ну в общем вот такой что можно на него положиться что он не закомплексует не заистерит не сорвется там и так далее потому что у мужчины как бы особая ответственность за семью за жену за ребенка и как бы он этот дополнительный стресс у него и дома есть такой стресс но дома он может сказать что ну вот нет возможности в америке он не может сказать что возможности нет они тут со всех сторон ну дальше надо пойти и как бы поработать с этими возможностями добиться чего-то поэтому эммиграция не не пансионат понимаете там некоторые говорят что там это как там усиленно с усиленным питанием какое-то место питание хорошее это правда но работать надо и это это стресс эмиграция это стресс в первую очередь для подавляющего большинства людей даже если этот стресс не связан с тем что вы не имеете денег там на то чтобы жить это отдельный стресс но даже если этого стресса конкретно у вас нет значит у вас есть другой стресс вы в незнакомой обстановке эмм у вас нет рядом нет знакомых нет друзей нет мамы там тещи бабушки и так далее вы вырваны из привычной обстановки вы должны разговаривать на неродном языке это тоже напряжение это тоже стресс вы можете обостренно чувствовать особенно первое время обостренно чувствовать что вы как бы такой не дотягиваете не соответствуете такая безязыкость понимаете это все стресс а если к этому добавить еще стресс такой как например отношения в семье да могут портиться сильно отношения с детьми если дети там постарше ну и так далее пошло и поехало это ощущение того что ты не состоялся и может быть никогда не состоишься и вообще зря зря ты сюда ехал и уже лучше бы ты дома сидел и пошло поехал и со всеми делами поэтому это как бы проверка такая человека на как сказать на то что у него основа здоровая понимаете что он имеет какую-то выживаемость так что смотрите дело такое вам со стороны никто не присоветует но если уже мы говорим про какие-то фиксированные точки этого вопроса для айтишника 40 лет я сначала не понял я думаю переучиваться хочет нет он уже айтишник вообще не вопрос легко и девочка с опытом работы в гостиничном хозяйстве просто замечательно поэтому в этом смысле если вопрос так стоял то я могу сказать что все очень здорово ну и давайте пожелаем ребятам успехов если они соберутся не исключено что это мама так больше волнуется а дети знаете ну в смысле вот жена и в смысле дочь и ее муж может быть они не так сильно интересуются хотя они каждый год играют но это не то же самое как допустим вот приехать без разрешения на работу и все такое то есть это немножко сложнее а может и существенно сложнее а для кого-то это запретительно сложнее я вот сейчас там переписываю в скайпе с человеком у него старовер у него шесть детей и вот он говорит у меня есть там сколько-то денег ну и вот он хочет приехать и тоже политику получать но я это же квартиру ты не снимешь когда у тебя шесть детей это значит надо дом снимать это уже какие деньги то и в общем и на адвоката надо и наверное автомобиль надо как жить вот шесть детей как без машины ну в общем много таких сложных вопросов когда не то что совет а даже вообще руки опускаются не знаешь как что вообще что сказать так что вот а у ребят если у них как бы драйв будет желание прорываться будет то я думаю никаких проблем вот единственное что вопрос этот был задан где-то в мае время идет я не знаю смотрят ли они наш канал но я на самом деле не столько для них это все рассказывал сколько для тех кто нас слушает и находится в похожей ситуации или может быть не в похожей но пытается что-то такое увидеть для себя понять на примере там чужой истории вот такая у меня мотивация все друзья я приехал на работу и прощаюсь с вами в этом самом месте счастливо и